и так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня ко мне на обзорчик попал телефон nokia n76 когда-то такой себе легендарный телефон был 2007 году вот это вот как бегу выпустил сейчас мы значит распакуем и посмотрим на наши посылочки разрезать у нас тут китайцы запаковали однако колоссом так даже там он пупырок накидели нам там замотали вообще так что прям как надежно было вот такую нас запаковали пупырчатую ленту где чо долгий и мучительный процесс подери не падай мой боевой товарищ камера видим коробочку вот она коробка и на сей раз китайцы конечно же сделали все как надо то в прошлый раз не вообще коробка пришла вывернутая наизнанку пришлось выворачивать в общем коробочка конечно же не оригинальная это у нас штамповка от китайцев кудесники наши вот такая у нас коробочка hello hola hola bonjour так и это мой самый не знаток тут у нас тоже какие надписи есть в общем коробочка же коробочка ничего необычного что там у нас внутри 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 у нас зарядочка тоненькая наушники гарнитурой обычные уши самые дешевые соответственно гарнитурка с надписью но что там еще usb кабель у нас уже nokia в сторонку сам аппаратик конечно же инструкция у нас она конечно же на английском языке для многих она будет бесполезна ну хоть что-нибудь положили уже хорошо так теперь посмотрим сам аппарат завернули прям сам телефон видите черного черного цвета аккуратненько вот такой у нас телефончик надо бы его включить а там наверное батарейку скорее всего заклеена отклеим вот эту штучку и ставим внутреннюю как видите у нас такое вот состояние здесь что-то было то ли приклеено то ли повреждение какое-то непонятно ну что же вы хотели это восстановленный телефон тут у нас вспышечка камера так закрываем крышечку и включаем завелся что-то он там прожужил посмотрим включается это есть будет аппаратик аппаратик наш что у нас там по характеристикам а по характеристикам у нас здесь ось стоит симбиан версии 9 и 2 по идее у нас просит дату там вести все такое запустился телефончик как видим так симбиан у нас 9 и 2 версия экран у нас здесь целых 2 дюйма вес у нас аппарата 115 граммов процессы у нас 1 мегагерц одноядерный конечно же год выпуска у нас 2007 емкость аккумулятора 700 миллиампер час размера у нас 52 миллиметра ширина сто шесть с половиной миллиметров высота 13 и 7 миллиметров толщина общей сложности это у нас разъем для сим-карты кажется или она внутри вставляется или это здесь флешка я не помню тут еще разъем под зарядочку тип процессора у нас фрискейл м xc 30030 какой-то очень старый старый процессор может быть даже производства nokia здесь как видите у нас второй экранчик есть там показывает время клавиши клавиши навигации для плеера доноси по как бы музыкальный телефон оперативной памяти у нас здесь 96 мегабайт встроенная память 128 гигабайт телефон поддерживает gsm так 2g 3g он у нас поддерживает bluetooth 2.0 есть разрешение экрана 240 на 320 точек камера у нас здесь 2 мегапикселя камера у нас здесь 2 мегапикселя водовспышка есть у нас передняя камера у нас 0,1 мегапикселя так динамик у нас стерео выход под наушники 3,5 миллиметра и fm радио даже имеется так что там у нас еще карты памяти microSD поддерживает время автономной работы у нас значит два почти три часа в режиме разговора и 8 дней в режиме ожидания конечно характеристиками не блещет но на то время это было как бы ого-го ого-го было так сейчас как-то надо еще камера приближена нормально сейчас мы посмотрим поближе на нашу клавиатурку такая вот глянцевая окантовочка здесь есть тут имеется какую-то это грязь какая-то клей блин вот китайцы уже придется чистить я так понимаю вот эту штуку они то ли не меняли то ли что непонятно видите какая она грязная так он у нас выглядит внешний вид вполне себе неплохой регулировка громкости у нас тут отдельные клавиши под видеосъемку и под фотокамеру здесь как я уже говорил клавиши управления mp3 плеером вот такой вот у нас nokia n76 экранчик у нас дополнительный цветной здесь он все самые необходимые вещи показывает и такая вот у нас тут зеркальная поверхность можно даже девушкам там макияж ух ты смотри прям как зеркало вообще классно здесь у нас usb мини не микро usb мини мини он как бы больше заглушка такая что попробуй вытащи короче надо иголочкой подевать ну и конечно же наш разъемчик 3-5 миллиметра в общем качество восстановки так себе среднечко было и получше задняя крышечка у нас тут немножко потертая блин где у них там валялся он непонятно в общем вот такие вот у нас делишки так это у нас тут навигация включилась сейчас попробуем сейчас попробуем что-нибудь даже сфотографировать вот и фотография конечно же выложу видео в конце видео посмотреть что там у нас так нажимаем кнопочку камеры так а еще камера не включается нажимаем вот включилась просто не нужно памяти не хватает окей так так вот это вот надпись сейчас фотографируем автофокус есть интересно это что-то как-то фокуса я не вижу сейчас мы еще может растения какие-нибудь сфотографируем так еще одно фото сделать да фоточку фоточку сейчас попробуем какой-нибудь цветочек сфотографировать вот этот вот наш замечательный цветочек как-то так здесь фоточка получилась ну конечно же чудес от камеры ждать не стоит потому что сами понимаете 2 мегапикселя это как бы не особо холосом пленочка такая странная на экране как видите она такая вся какая-то в блестинках непонятно в общем ее снимать надо по-любому потому что портит как-то внешний вид что ли да и плохо видно через нее так надо еще видео протестировать так а это у нас кнопка видео запустит интересно так она тоже фото запускает наоборот надо переключать так сейчас еще попробуем видосик поснимать тут так а как же back ok exit так запускаем еще раз камеру длительное нажатие длительное нажатие так а как у нас это тут интересно если мы так сделаем где наша запись а это переключение между фото камерой и видеокамерой сейчас попробуем что-нибудь поснимать пошла запись как видим запись у нас пошла сейчас мы тут ух ты же пишет наверное вообще тут кадров я не знаю 15 в секунду не больше конечно конечно да автофокуса понятное дело нету в общем записывает так себе так все наснимали хорош пока back выходим так клавиатурка сейчас не видно она светится что нет по идее она должна светиться клавиатура но она чуть не светится не знаю может в настройках где-то надо включать или китайцы что-то накосячили ну в общем непонятно ну и конечно же как видите телефон 2007 года контрастирует очень сильно с вот этим телефоном который выпустила Nokia Nokia N8 разница конечно существенная вообще раньше блин это просто ух был такой прям компьютер даже промо ролики там были вот ну а потом конечно через время выпустили вот это чудо и все остальные на его фоне помекли так как это был флагман вот такой вот у нас флагман был Nokia N8 был да спыл уже правда ним никто и не пользуется ну наверное хотя скорее всего пользуется наверное потому что мне на канале писали там что у кого-то такие аппаратики еще есть в принципе вполне себе довольны хотя в вебсерфинге там конечно видео смотреть это не особо N8 у нас уже значит выпустили в 2010 году уже через три года после выпуска этого телефона и как видим прогресс налицо на 2007 по-моему 2007 вышел первый айфон 2g он был приблизительно такого же размера как Nokia N8 вот тоже с сенсорным экраном такой себе был как тогда объявили Apple технологический прорыв смартфон значит с сенсорным экраном а я вот скажу что они вруны потому что первые кто изобрел компактное устройство с сенсорным экраном были устройства КПК и делали Dell Asus и еще по-моему кто-то работали они на процессоре Intel и в их по-моему Dell Axiom 51 у нас вышел в 2005 году если не ошибаюсь да в 2005 году вот Nokia значит у нас по характеристикам что у нас тут так операционная система у нас Nokia Bell Symbian Ana или Symbian 3 емкость аккумулятора 1200 ампер час вес 135 граммов процессор у нас ARM ARM 11 ARM V6 ARC тактовая частота 680 мегагерц а здесь 1 мегагерц интересно оперативная память у нас 256 мегабайт или 512 мегабайт встроенная память 16 гигабайт так Bluetooth 3.0 уже у нас здесь 2G 3G конечно поддерживает размер экрана 3.5 дюйма так если сравнить конечно с этим здесь 2 дюйма экрана здесь 3.5 дюйма ну конечно здесь AMOLED если даже здесь есть видеоускоритель вы не поверите да в 2010 году уже видеоускорители были и он у нас назывался Broadcom BCM 2727 камера у нас 12 мегапикселей автофокус есть вспышка есть камера спереди 0.3 мегапикселя уже аж целых 0.3 мегапикселя 3 года прошло здесь 0.1 а тут 0.3 блин ну это кощунство тем более что этот телефон стоил в свое время целых 500 баксов стоимость как бы была не очень маленькой так сенсорный экран у нас здесь емкостный на nokia n8 ну он есть как бы есть физические кнопки аж ну в принципе можно сказать что есть здесь и сбоку тоже боковая панель навигации ну как навигации громкость тут у нас блокировка и под камеру это у нас кнопка дома в общем такой вот аппаратик ну и конечно же все эти аппараты nokia флагманы того времени просто меркнут на фоне современных смартфонов например xiaomi mi max 2 это огромнейший телефон как видите размер экрана 644 дюйма вот здесь 3.5 здесь 2 дюйма разница просто чумовая вот так можно даже сложить с них пирамидку построен вот так вот огромнейший ми макс вообще экран просто обалдеть какой огроменный если сравнивать просто чума да ну и конечно же ни в какое сравнение вообще 2 дюйма ну не попадает и по характеристикам тоже телефона вообще в полный аут улетают вот и как по мне в принципе китайцы стали такими знаете локомотивом прогресса потому что раньше Nokia и Samsung были такими себе монополистами на рынке и поэтому позволяли себе диктовать правила пользователя они выпускали каждый год устройство чуть чуть лучше предыдущего что-то добавляли там такое незначительные изменения были вот и улупили за них соответственно цену и с выходом подпольных китайцев на рынок когда они начали выпускать двухъядерные четырехъядерные аппараты которые не уступали по производительности вот этим вот так называемым флагманом того времени вот и собственно стоили они гораздо дешевле ну что собственно последующим значит позволило появиться такой себе гонки вооружений что ли или чего там или производство значит телефонов все начали пихать в свои устройства максимальные значит технические характеристики это мы до сих пор наблюдаем когда в телефоны пихают по 6 по 8 гигабайт оперативной памяти и уж поверьте это не предел еще будет больше будет и по 12 гигабайт и там короче немеряно процессор все еще все мощнее и мощнее и никуда от этого не деться все гонятся за потребителем за покупателем вот и сейчас я кстати принесу у меня там есть Dell КПК мы также его положим рядом и посмотрим как он будет смотреться а он я напомню 2005 года ну и вот он среди всех этих значит аж трех телефонов Dell Axiom X51 процессор у него здесь внутринки стоит вот Intel модель не помню уже вот тактовая частота по-моему 424 425 мегагерц короче вот при том что аппарат 2005 года экран конечно же у него сенсорный можно пальчиком даже нажимать но он резистивный по-моему а не емкостный это емкостный емкостный экран 2005 года какой там Apple блин со своими инновационными технологиями типа потому что смартфон с сенсорным экраном вышел спустя два года а эти значит изобретались 2004 2005 год насколько я помню оперативной памяти здесь немного по-моему сейчас даже глянем где-то у меня тут давай домой ну конечно уходи так закрыть надо управление конечно туговато так надо глянуть где тут у нас это заряд батареи у нас это заряд батареи окей окей она это не то так и вот у нас здесь значит показывает нашу память всего у нас встроенной памяти 76 мегабайт используем на 61 свободно 15 мегабайт вот у нас вот у нас программа что-то ну и оперативной памяти здесь в принципе немного карта памяти у нас здесь вставляется короче тут у нас прям просто капец карты памяти конечно конечно же здесь огромные раньше были как видите вот обычные sd-карты тут какой-то модуль вообще вставлялся огромный не знаю для чего он там был может это CDMA модуль вставлялся скорее всего как мне кажется вот такой вот у нас делак семьи такой гигантский разъем зарядки юсб который хрен по двери они конечно продаются у китайцев стоят около двух долларов тут у нас разъем под наушники в общем такой вот у нас дел вот сравниваем 2007 год 10 год 2005 ну и 2017 год конечно разница колоссальная просто обалдеть можно какая разница между ними тут так не переключаясь рабочие столы да и ладно сейчас мы включим такие вот у них экраны вот такие вот у нас телефончики это был у нас значит обзорчик Nokia N76 которые мы чуть-чуть посравнивали с остальными аппаратами вот кто-то может для себя что-то новое уведел кто-то нет в общем такие вот делишки ну и конечно же ребятки очень прошу вас делать значит репосты моего видео ставить лайки комментировать это очень поможет моему каналу с вас конечно же не убудет потому что никто с вас копеечки не те будет просто сделать какой-нибудь социальный репостик это будет очень полезно для меня чтобы я дальше мог значит пилить видосы покупать новые аппараты и делать на них обзоры ну потому что по-другому никак так что спасибо за просмотры как я уже говорил ставим лайки подписываемся на канал кто не подписан всем спасибо до свидания или до скорых встреч ребят его это не ничего как его Субтитры создавал DimaTorzok